Зачем нужен витамин D, а зачем нужны витамины для людей? Чтобы быть здоровыми. Витамин D был открыт давно. Сейчас бы его назвали гормоном, уж слишком много функций он выполняет в организме человека. Он необходим для крепости костей, клеток крови и иммунной системы. Сейчас об этом уже многие знают. И многие удивлены, что у них низкие концентрации этого витамина в крови. Говорят, что человек может получить большую часть витамина D через кожу от солнечного света. Но не всем это удается, даже загорая на солнце можно не иметь достаточного уровня этого витамина в крови. Но мы также можем получить его из еды. Если вы прикованы к дому, больны или в старшей возрастной группе, вам может не хватать витамина D, лучше всего, конечно, сделать анализ. Сколько витамина людям надо? Это. Большинству взрослых требуется около 15 микрограммов, МКГ, в день. Для младенцев до 10 МКГ, до 20 МКГ для взрослых в возрасте 71 год и старше. На этикетках, можно увидеть количество витамина D, указанное в международных единицах, МЕ. Один микрограмм равен 40 международным единицам. Какие продукты богаты витамином D? Апельсиновый сок богат витамином D. Но апельсиновый сок надо купить в магазине, а не отжимать дома. При производстве апельсинового сока в него добавляют витамин D, а в апельсинах его не так много. Ищите на этикетке слова, обогащенные витамином D. Вы получаете около 2,5 МКГ на каждую чашку. Выпейте стакан апельсинового сока, но не переусердствуйте. Помимо питательных веществ, он также содержит сахар и калории. Радужная форель. Если вы ищете здоровое основное блюдо с приличным количеством витамина D, попробуйте приготовить на гриле радужную форель. В порции объемом 3 унции содержится 16 МКГ. Для вкусной еды добавьте немного масла, немного лимона и зелени. Лосось. 100 грамм лосося могут дать вам от 10 до 18 МКГ витамина D, в зависимости от вида. Дикий кижич находится на нижнем уровне, 10 МКГ, а консервированный лосось – на первом месте. Другая жирная рыба, такая как скумбрия, сельте сардины, также имеет довольно хороший уровень витамина D. Грибы портабеллы. Вы можете получить 8 МКГ витамина D, съев 30 грамм грибов портабеллы. Но вы можете вынести их на улицу, чтобы они полежали на солнце на несколько секунд. Это связано с тем, что ультрафиолетовый свет от солнца повышает уровень витамина D во многих грибах, особенно в портабеллах. В качестве альтернативы мясному блюду смажьте грибы портабеллы оливковым маслом и приготовьте их на гриле. Йогурт. Производители йогурта часто добавляют в свои продукты витамин D, обычно вы можете получить 3 МКГ на порцию в 8 унций. Выберите простой обезжиренный йогурт, чтобы сократить потребление сахара, жира и калорий. Для здорового перекуса покройте свежие ягоды простым обезжиренным йогуртом и измельченными орехами. Тунец. Скромный светлый тунец в банке содержит много витамина D, по сравнению с другими продуктами. Вы получаете 6 МКГ на порцию объемом 3 унции. Когда вы делаете бутерброд, вместо майонеза попробуйте смесь дижонской горчицы, оливкового масла и лимонного сока, чтобы он оставался более здоровым. Молоко. Независимо от того, цельное ли у вас молоко, шоколадное или нежирное, производитель, вероятно, добавил в него около 3 МКГ витамина D на чашку. Немолочное молоко. Будь то из сои, миндаля или риса, производители обычно обогащают эти продукты витамином D, около 3 МКГ на чашку. Эти напитки также иногда содержат много жира, сахара и калорий, поэтому внимательно проверяйте этикетку. Добавьте немолочные сливки в свой смузи после тренировки с чашкой миндального молока. Факторы риска низкого уровня витамина D. Несколько вещей повышают ваши шансы на низкий уровень витамина D. Возраст, ваша кожа и почки не справляются с этим так легко в пожилом возрасте. Более темная кожа, она также не преобразует солнечный свет. Проблемы с пищеварением, болезнь крона, целиакия и проблемы с перевариванием жиров могут ограничить ваш уровень. Ожирение, жир задерживает некоторое количество витамина D и не дает ему попасть в кровь. У вас мало витамина D. Ваш врач может проверить вашу кровь, чтобы проверить уровень витамина D. Подумайте о том, чтобы сделать анализ, если вы не выходите на улицу или у вас есть признаки низкого уровня витамина D, такие как остеопороз или боли в мышцах или костях. Нормальное количество для взрослых составляет более 20 нанограммов на миллилитр. Менее 12 может быть проблемой для здоровья. Добавки могут помочь, но сначала поговорите со своим врачом и не переусердствуйте. Уровни витамина D более 100 нанограмм на миллилитр могут быть опасными. Да, вот такой этот витамин. Мало плохо, много тоже плохо. Но хорошо, что анализ на определение витамина D в крови сейчас можно сделать. Врачи его не назначают, видимо деньги экономят. Я делаю этот анализ минимум два раза в год. Первый раз, когда я сделала этот анализ, у меня были неопределяемые уровни витамина D в крови. Мне его не назначали. Так что не ждите милости от природы и побеспокойтесь о своем здоровье сами.